Всем привет! Спасибо, что вы сегодня заглянули ко мне. Это видео не для всех, только для любителей расхламления. Я не день в день, но тем не менее продолжаю мой проект-игру. Расхламление за 30 дней. Избавиться от 465 вещей. Сегодня у меня 2 дня, 9 и 10. Это всего 43 вещи. В один день я иду с обратной стороны, так как было бы за 2 дня 22 и 21 вещь. У меня нет в этот раз какой-то особенной системы, что я вот как-то частями все это делаю. Наверное, руководствуюсь больше всего на советы от Марикондо. И самое главное, это оставлять только все то, что приносит действительно удовольствие. Все, что я использую, все, что мне нужно. И сегодня у меня тут попали и одежда, и какие-то вещи из кухни, всякая тоже мелочевка. И как я уже говорила, это 43 вещи, и кое-что дочка тоже свое отдала. И тогда начну вот с таких каких-то тут крупных. Это дочки Микеды. Она их выносила просто до последнего. И хотела еще оставить, но я уже говорю, все, не нужно. Давай избавимся, купим новые. Поэтому это первая вещь, которая сегодня уходит. Я наконец-то все-таки решила избавиться от этих двух емкостей шампуня Шельседа. Они мне очень нравились своей яркостью. И, в общем-то, у этой вот линейки, у них есть рефилы. Я несколько раз так и делала. Я покупала рефилы и заливала в эти баночки. Но потом начала пробовать другие шампуни, не возвращалась. Также думала, когда у меня был такой сдвиг на экологии и на разумном каком-то потреблении, я думала, что я буду ходить тоже у нас в магазине Реми. Можно покупать там какие-то моющие средства тоже со своей тарой. Но на самом деле я это не делаю. И все равно от этой темы экология немножко отошла. Поэтому я это несу в контейнер с пластиком. Да, была у меня еще мысль, может быть, все-таки перелить вот в эту жидкость для мытья посуды. Но, честно, решила не возиться. Потому что просто нет времени всем этим заниматься. Поэтому решила расхламить. Так, вот эта дочка покупала для себя. Я такие не использую. Она немножко попользовалась, но у нее на витамин С все время кожа отвечает какими-то неприятными ощущениями. Такой, как аллергии, может быть, какой-то. И поэтому я такие вещи не использую. Беру что-то более профессиональное для более взрослой кожи. Поэтому от этого тоже расхламляюсь. Уже давно нужно было расхламить вот эти такие корейские мочалочки. Они очень хорошо для кожи тела. Но их просто нужно заменить, потому что они уже давно в использовании. Это те, которые, наверное, еще и в хамамах тоже их используют. Они очень хорошо снимают верхний слой кожи. Вот эта штука. Мне кажется, что я когда-то уже пыталась ее расхламить. Она уже была в каком-то видео в прошлом году, наверное. Но каким-то чудесным образом она попала в шкафчик обратно. Но теперь я вынесу ее уже точно со всеми другими вещами и избавлюсь. Потому что вот все эти коробочки симпатичные имеют тенденцию накапливаться. И тоже такое пространство очень засоряют. Вот такие серьги. Мне кажется, они как-то в этом году были... Такой тренд был на такого типа серьги. И, наверное, какой-то более дорогой бренд выпустил их. И потом, конечно, они появились на Алиэкспресс. Я взяла. Вот сейчас летом несколько раз поносила. Но понимаю, что уже носить не буду. И, пожалуй, эти такие эксперименты с Алиэкспрессными украшениями пока что заканчиваю. Не говорю, что навсегда. Но пока что да. Потому что только пару украшений у меня оправдали тоже. Оправдали себя. Я их оставляю. Засохший лак старый тоже избавлюсь от него. Какие-то на дне были остатки лосьона. Тоже вот этой баночки избавлюсь. Спонжи. Я вот как с футболками, так и со спонжами беру количество на неделю. И потом каждый день меняю. И в конце недели как бы мою, стираю. И потом начинаю так снова. Но вот эти два уже все. Их пора от них избавиться. Они уже не пойдут у меня сегодня. У меня ни в какую стирку. Просто эти два уже нужно выбросить. Так же тут еще тоже всякая мелочевка из косметического ящика. Остатки бальзама, которым давно не пользуюсь. Кисточка поломалась. Старая пилка. Часть от градусника. Тоже засохшее масло после эпиляции. Кисточка от бальзама Ланэш, которой я не пользуюсь. И старая сеточка. В общем, из косметического ящика тоже такая мелочевка. Так, из кухни тоже снова несколько вещей. Мука. Даже сначала не поняла какая. Но по аромату определила, что кокосовое. Оно куплено очень-очень давно. Тоже в порыве, когда хотелось увлечься правильными рецептами. Но в итоге я один раз сделала кексы. Мне не очень понравились. И так она и стояла. Тоже какие-то остатки всякие просроченные, приправные. Все, что вышел срок, тоже от этого избавлюсь. И вот этот чай. У него не вышел срок. Я думала, что я его буду пить. Но у меня сейчас этот аромат. Вот этот вот корицы. Еще чего-то. Просто раздражает. Не могу заставить. Даже когда приближаюсь, просто мне раздражает этот аромат. Вот еще тоже какие-то здесь из кухонных. Не знаю, что это. Тоже избавлюсь. Магнитик старый. И еще две вещи из кухни. Очень старая сковорода. И тоже досочка, которая тут уже треснула. Которую просто нужно поменять. Из кухни-то еще не все. Знаю, что еще будут вещи. Но пока что самое первое, что уже точно нужно избавиться. Так, ну и тут с одеждами. Тоже еще 14 предметов. Опять несколько предметов из нижнего белья. Еще такая вещь у меня. Мне очень нравится этот медведь от Ralph Lauren. И я все время мечтала о свитере или о какой-то футболке. Ну, они как бы дорогие. Эти свитера, по-моему, 300-500 евро стоят. И футболки тоже что-то в районе 100. Но я все как-то думала, может, будет какая-то скидка. Куплю, чтобы у меня вот был этот медведь. Но я потом пошла в магазин, пощупала эти и свитеры, и футболку. Качество такое себе. Как бы платишь просто за этого медведя. Ну, и я как-то распрощалась с этой мыслью. Думаю, не буду покупать. И купила себе носки, чтобы закрыть этот гештальт. И вот выносила я их уже просто до последнего. Их уже, ну, вот видно, в каком они уже состоянии. Но просто только ради этого медведя. Он мне безумно до сих пор нравится. В общем, затаскала их, но избавлюсь сейчас. Так, еще тоже такой H&M старый шоппер. Тоже он уже плохо очень выглядит. Уже с ним, как бы он такой неопрятный. Плохо с ним ходить в магазин. И не спрашивайте, как. Но я умудрилась всю свою и дочкину белую базу испортить. У меня... Я в начале этого лета покупала несколько таких футболок в мужском отделе. Четыре, по-моему. Ну, и как я и говорила, как спонжи и футболки. Я просто за неделю они у меня набираются. Каждый день новая. И потом я стираю их в конце недели. И вот, я так случайно получила, что я забросила черное платье. На следующий день про него забыла. Бросила все белое. Постирала вместе. Ну, короче, испортила все белые вещи. И сейчас пока что решила... Вообще, когда делаю расхламление, ничего не покупаю взамен. Все, что расхламляю, тогда обдумываю за это время, что мне нужно потом, если что-то нужно. Но тут как бы получается, что я всю свою одежду просто испортила. То, что я каждый день ношу. И поэтому я сейчас только купила две футболки. Одну белую, одну черную. Пока что другое не покупаю, потому что сейчас поменяется сезон. Ну, немножко, конечно, расстроилась. Было несколько совсем новых. А вот эти были уже я бы и так, и так их в конце сезона бы расхламила. Но получилось так, как получилось. Так что всю белую базу, в общем, испортила. И тут еще тоже дочкино и мое. Ее джинсы. Мои тоже две вот эти вещи. И ее топ. Ну, это уже просто тоже нужно было. Это уже несколько сезонов отношено. Тоже просто уже выглядит так, что нужно поменять. И в итоге у меня сегодня получилось 43 вещи. Кто, вот там в комментариях тоже спрашивали. Я стараюсь, если что-то хорошее, то я стараюсь пристроить. У меня, например, вот из прошлых дней я себе тоже дала такой срок, что вот пока делаю это расхламление, что-то, что хорошее, поставлю на винтед. Если мне удастся за это время как-то может там продать, то я продам. Только проходит вот это расхламление. Если мне на винтед не удалось продать, я все выношу просто из дома, чтобы это не лежало, потом опять же годами не копилось. Так вот, какие-то книги, которые я несколько дней назад показывала, у меня купили как раз на винтед. А какие-то я отнесла в домик наш. Вот. И я стараюсь вещи, ну, все по контейнерам разносить, чтобы не было такого, что я как-то их просто бездумно выкидываю. Стараюсь все рассортировать и вынести там пластик в пластик, электронику в электронику, вещи к вещам, чтобы такой порядок после себя ставить. Вот. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.